Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан и сегодня у нас Джон Хэнни. Если кто-то и знает о науке голоса все, так это он. Подписываемся на наш телеграм, ссылка в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, на связи Джон Хэнни. Я учитель пения и автор вот этой книги, которая только вышла в свет. Вы можете перейти по ссылке в описании и скачать ее. Сегодня я собираюсь посмотреть очередное выступление Димаш и эта песня «Незабываемый день». Я еще это не слушал и с нетерпением жду просмотра. «Незабываемый день» «Незабываемый день» «Учитель пения и автор» «Быр күрген мен қашық болды өзіңге» «Ергенек ем балдай тәтті сөзіңге» «Кұлығым мен баурапалы шанымдар» Он так искусно поет этим легким голосом. У него такой контроль за тем, чтобы как можно нежно соприкасать голосовые связки и отправлять именно столько воздуха, сколько нужно, чтобы получить этот легкий звук. Но этот легкий звук не утихает вот так. Это такой плотный звук. И это действительно впечатляет. А тут фальцет еще легче. И сейчас он немного добавляет вот этого, немного больше контакта в голосовых связках. Они более интенсивно соприкасаются. И получается более сильная звуковая волна. И у него очень хорошо получается быть на всех уровнях насыщенности. Поэтому он может постепенно строить песню и нарастать. Я уверен, дальше будет бомба. Я думаю, вы чувствуете то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я обожаю его способность манипулировать своим голосовым инструментом и звучать, как разные певцы. Он поет этот легкий фальцетный звук. А потом он удлиняет свой голосовой тракт, опускает немного свою гортань и все начинает звучать глубже. А вот сейчас у него уже более оперное звучание. Массивный голос звучит на сцене. По-настоящему красиво. И мне нужно сделать тут паузу. Просто когда в видео есть такой долгий инструментальный отрывок, можно получить страйк из-за авторских прав. Потому что этот музыкальный отрывок звучал так долго. Паузы из-за политики авторских прав. Прекраснейшая высокая нота До. Высокая нота Ми. Это же сбрендить можно. Просто чудесно. Вы заметили, что когда он перешел в эту высь, у него было больше глубины звука в ноте До. Сейчас у него более оперное звучание. Но потом, когда он переходит на ноты Ми, Фа и Фа диез, он делает свой голос тоньше. И у него это получается мастерски. Он меняет текстуру своего голоса, чтобы перейти к следующей части. Вы это слышали? Как меняется его тембр. Немного вот этого звука, чтобы добавить яркости. Это безумно. Безумно прекрасно. Он добавляет вибрато там, где хочет. Бастал, да? Это же высокая нота Си. О боже мой. Полагаю, он поет сопрано на высокой ноте До. И он переходит в контртенорный, оперный, головной голос. Это то, что было в его низких нотах, когда у него было тонкое звучание. Он снова перенастроил свой голосовой тракт. И он перенастроил свой дезонанс, чтобы тут звучать оперным, головным голосом. Как же нелепо слышать все это от одного человека. Чего? Я вообще без понятия, что это было. Очевидно, что это свисковый голос. Но это же полнейший бред. Вот это я понимаю. Я понимаю, насыщенность и глубина. Это нота Ре над высокой нотой До. И все это с таким шармом, насыщенностью тона и без всяких заторов. И это совсем нелегко сделать. Это впечатляет меня так же, как и свисковый тон, который он сделал. А свисковый тон просто уникальный. Я никогда не видел, чтобы мужчина пел так высоко. Но эта нота Ре, это что-то феноменальное. И тут же он возвращается к мягкому голосу. Я к тому, что каждый раз, когда я смотрю выступление Димаша, он колупает мне мозг. Это свисковый тон. Люди предупреждали меня в комментариях, что он может петь еще выше, чем в других песнях, которые я уже смотрел. Это просто сумасшедший дом. И люди спрашивают меня, кто же самый лучший певец в мире? Тут нет ответа. Потому что пение — это не только техника. Но если вы спросите, у кого самый универсальный голос в мире, с точки зрения диапазона, способности привносить разные оттенки в голос не экстремальные, так как я не слышал, чтобы он делал дисторсию или подрыкивание. С учетом этого, я не слышал никого такого другого, как Димаш. Он совершенно исключительный. Мне очень понравилось. Если вы хотите больше узнать обо мне, добро пожаловать на мой сайт. И загляните, пожалуйста, на мой подкаст «Разумный вокалист». Там я говорю еще больше про науку голоса. До скорой встречи! Всем спасибо за внимание. Ну, а как вы считаете, кто самый лучший в мире вокалист? Пишем в комментариях. Всех люблю. Всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok